Добрый день, это новости на телеканале ЮГРА в студии Елена Келян. В ЮГРе за сутки коронавирусом заболел 151 человек. Случаи подтвердили в 18 муниципалитетах. Больше всего новых случаев в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Так, с начала пандемии в ЮГРе зарегистрировали больше 22 тысяч заразившихся. Сейчас состояние 41 пациента медики оценивают как тяжелое, 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Есть и положительная статистика. За сутки от инфекции излечились еще 64 югорчанина. А за все время 21 тысяча жителей округа полностью вылечились от COVID-19. Всем, кто приезжает в ЮГРу из-за границы, нужно будет сдать тест на COVID-19. Соответствующее постановление подписала губернатор ЮГРы Наталья Комарова. Теперь в течение трех дней по возвращении за рубежа югорчанам необходимо пройти тестирование, а также соблюдать самоизоляцию до получения результатов. Помимо этого, приезжие должны выполнять все меры безопасности, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, обрабатывать руки антисептиком. В ЮГРе построили еще один детский сад. Накануне губернатор Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке нового образовательного учреждения в Междуреченском. Детский сад «Чебурашка» рассчитан на 200 мест. Площадь объекта больше 4000 квадратных метров. Все работы здесь закончены. Строительство детсада обошлось почти в 340 миллионов рублей. В дошкольном учреждении организовали группы раннего развития, центр ранней профориентации, шахматный кружок, а также студию изобразительного искусства. В ближайшее время состоится итоговая проверка объекта. Открыть детский сад планируют в октябре. Каким бывает звук, откуда он берется и как понять его происхождение. Коголымские школьники теперь постигают химию и физику не в теории, а благодаря увлекательным опытам и практическим занятиям. Всего в третьей школе работает 15 СТА-студий. Это линейка учебно-методических комплектов. Пособия и технологии позволяют сделать процесс обучения более интересным и увлекательным. Детям не просто дают информацию, а предлагают исследовать и размышлять. Лаборанты в белых халатах помогают педагогам демонстрировать опыты, а младшеклассникам разобраться в них. Будущей весной педагоги планируют провести неделю высоких технологий и технопредпринимательства, где покажут работу всех студий. Здесь можно проводить как простые очень опыты, эксперименты со звуком, так и очень даже достаточно сложные допрограммирования синтезатора. Здесь можно еще узнать, что такое звук с точки зрения физики, с точки зрения математики. На уроке технологии мы можем изучать какую-то определенную тему, которая длится два урока. А здесь нам все ясно, понятно, интересно. Покачевская городская больница приняла в свои ряды пять молодых специалистов. Медучреждение пополнилось двумя фельдшерами, акушеркой и двумя медицинскими сестрами. Больница для них первое место работы, потому медики получили так называемые подъемные выплаты. Новички посадили во дворе больницы деревья. Эту символичную акцию хотят сделать доброй традицией. Тем временем в больнице продолжается прием новых сотрудников. В настоящий момент мы испытываем большую потребность в медицинских сестрах по специальности. Медсестра-анестезист в отделении реанимации, анестезиологии и реанимации. Также нам катастрофически нуждаемся в медицинской сестре приемного отделения. И нужны медсестры в стоматологическую поликлинику. Югорчане отметили Международный день глухих. В округе к этой дате приурочили второй молодежный форум ВОК. На приглашение организаторов откликнулись около сотни человек. Причем они представляли не только Югру, но и города соседнего Ямала. Также в гости в Нижневартовский район приехали эксперты из Москвы и Иваново. Помимо тренингов и мастер-классов участников ожидали конкурсы, викторины и игры на сплочение. Все подробности у нашего специального корреспондента Алексея Шабанова. Над славянским подворьем льется одна из самых известных российских песен. Организаторы не случайно начали форум с мастер-класса по жестовому пению. Это особое искусство объединяет всех участников, дает возможность почувствовать себя командой и выйти из зоны комфорта в пространство доступной среды. Мы проводим сейчас второй раз, и количество людей стало больше. И мы видим, что в этом направлении мы работаем для того, чтобы люди не чувствовали себя самоизолированным, а чувствовали, что могут себя реализовать. А у нас в основном это молодежь, от 18 до 30 лет. Поэтому наш этот форум очень важен. На этот раз на форум пригласили федеральных экспертов. Гости из Москвы и Иваново рассказали участникам об особенности адаптации и позиционирования при поиске работы. Это одна из главных сложностей для молодых инвалидов по слуху. Порой даже правильно составить резюме – большая проблема. У нас в России проблемы с трудоустройством и глухих, проблемы с образованием. Вот я хочу рассказать, как правильно устроиться на пуду, помочь им, чтобы они не боялись себя, потому что у многих глухих среды. Я глухой, я не могу. Я не могу устроиться на пуду. Вот. Я хочу сломать этот барьер. Также организаторы подготовили для участников серьезные полосы препятствий. Спортивная программа – традиционная часть форума. Среди проектов – людей с ограниченными возможностями, многодневные походы и сплавы. Количество участников регулярно прибывает. На территории Сургута и прилегающей территории у нас в основном принимают участие инвалиды по зрению и инвалиды-опорники. Вот хотелось бы все-таки консолидировать усилия в этом направлении совместно, с тем, чтобы инвалиды по слуху принимали участие более плотно. Впрочем, это уже перспективы следующего года. А пока в Нижневартовске отобрали двух делегатов, которые примут участие во всероссийском форуме ВОК. Он должен пройти в ноябре в Сочи. Алексей Шабанов, Евгений Наскутников. Телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Смертельное ДТП произошло накануне на 131-м километре дороги Сургут-Нижневартовск. Водитель автомобиля «Кеа», по предварительным данным, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда». В результате женщина, управлявшая мотоциклом, погибла. Водители и пассажиры на марке получили травмы. За минувшие выходные на дорогах «Югры» зарегистрировали 19 ДТП. Один человек погиб, 26, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы. Помимо этого, госавтоинспекторы задержали 64 водителя в состоянии алкогольного опьянения. 79 автолюбителей оштрафовали за выезд на полосу встречного движения. Еще 100 за нарушение требований к перевозке детей. Телефонные псевдобанкиры украли у югорчан 4 миллиона рублей. Только за минувшие сутки полицейские зафиксировали больше 20 фактов мошенничества. Например, жительница Октябрьского района позвонил якобы сотрудник отдела безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается снять со счета югорчанки деньги. А чтобы предотвратить операцию, нужны реквизиты карты. Женщина, не раздумывая их сообщила, в итоге с ее счета списали полтора миллиона рублей. А вот жительница Ханты-Мансийска хотела разбогатеть, но потеряла больше 100 тысяч рублей. На одном из сайтов мнимые работодатели предложили сыграть на бирже. Для этого требовалось перевести крупную сумму. После перечисления средств мошенники перестали отвечать на звонки и сообщения. 32-летний житель города Нижневартовска разместил на сайте бесплатных объявлений avito.ru умные наручные часы. В дальнейшем ему позвонил неизвестный, который якобы хотел приобрести товар. Узнал все подробности о гаджете и договорился с югорчанином о покупке. Скинул в мессенджере ссылку, по которой продавец прошел и лишился 8,5 тысяч рублей. По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Любители истории и фотографии или простые хулиганы в Нефтьюганске разыскивают вандалов, разоривших стенды на аллее первопроходцев. Неизвестные аккуратно выкрутили саморезы и унесли фотокарточки. На черно-белых снимках были изображены исторические факты из жизни горожан. Пропажу заметила председатель общества старожилов, когда с утра пришла на работу. Жители города считают, что на аллее необходимо установить видеонаблюдение. Ведь эта улица первопроходцев, она рассказывает о том, когда, в каком году сюда приехали первые геологи осваивать западно-сибирские месторождения. Самое интересное, что их нигде нет. То есть выдрали и унесли. С какой целью это сделано, непонятно. Честно, мне кажется, это непреднамеренно. Скорее всего, это либо какие-то хулиганы, просто как-то забавы ради. Потому что это ценность, да, нефтьюганск, все-таки очень много историй связано с этим местом. И мне кажется, никому это не нужно было делать. Космонавт Сергей Рыжиков, который, напомню, вырос в Нижневартовске, вновь готовится к полету в космос. Старт корабля намечен на 14 октября с космодрома Байконур. Сергей Рыжиков будет исполнять обязанности командира экипажа. Компанию ему составят россиянин Сергей Куть-Сверчков и Кэтлин Рубинс из США. На пресс-конференции Сергей Рыжиков рассказал, что в полет возьмет с собой горсть русской земли, Евангелие и камень с горы Фавор. Такой же набор вещей космонавт брал и в прошлый полет. Хоккейный клуб «Югра» добился волевой победы над Торосом. Накануне в Нефтекамске прошел очередной матч в высшей хоккейной лиге. В первом периоде команда заброшенными шайбами не порадовали. Югорчане с каждой минутой действовали все острее, но счет открыли хозяева во второй 20 минутке. Фортуна к подопечным Вадима Японченцева повернулась лишь в третьем игровом отрезке. За 8 минут до финальной сирены Евгений Рымарев сравнял счет, забив свой первый гол в сезоне. Спустя пару минут Максим Веревкин вывел югорчан вперед. Оставшееся время наша команда провела в обороне и добыла очередную победу. К этой минуте все. Развитие событий в наших следующих выпусках. До встречи.